друзья всем привет сегодняшнем видео я на своем помощнике на велосипеде проедусь и покажу вам район поздани находимся мы сейчас в километре от поздани буквально в километре район поздани начинается район старо олега и сейчас мы проедем посмотрим как живут люди в пригороде вот это именно в пригороде нахожусь я сейчас как за поселком это первый поселок здесь и проедемся по улицам первый поселок от поздания поедемся посмотрим как здесь люди живут кому будет интересно видео поддержите меня лайком друзья всем приятного просмотра казалось бы да город рядом район старо лека поздно это конечно это самое за поселком так вот сейчас мы заедем на одну из улиц так что и не везде хорошие дороги вот но здесь конечно дома не сказать что силуэт какой-то видно что пригород сейчас сами все увидите друзья подписывайтесь на мой канал ставьте лайки друзья все выходим на одну из улиц и я до снимаю вам показываю здесь основном все вот такие вот дома коттеджного типа не маленькие такие домики а из территории вот запущенные пустует территория вольеры какие-то наверное для собак похоже на то что для собак вот видно участок запущенный травой позаростал все наверное никто и не живет доме а вот старый дом с такой территории деревья насажены шамба рядом с дома всегда на своем помощничке на велосипеде чтобы я без него делал вот фонтан полисадники сделать эту сторону посмотрим что здесь за улиц здесь видно тоже дорога насыпная такая песчаная вроде сделана дорога видите сколько автомобилей возле каждого дома по два по три автомобиля во дворе это в принципе везде так поскольку без автомобиля вообще никак везде нужно автомобилем ехать передвигаться развернемся это район познания километр два и уже район старолека начинается видно люди строятся материал лежит возле двора строительство ведется домик классный компактный такой обратите внимание и в пригороде даже нету людей казалось бы да пригород а людей ну нет никогда не встретишь солнце светит постараюсь не снимать вот так вот видно территории маленькие уже в пригороде нету места так как в поселках я вам снимал что территория огромная огород есть сад здесь конечно есть но не во всех людей территории как бы маленькие очень некоторые люди автомобили на улице ставят поскольку во дворе нету места не хватает чтобы поставить два-три автомобиля блин как раз как раз передо мной солнце выехал уже вечером снимать вот как раз закат солнца уже друзья вот одна из улиц можем проехать развернуться посмотреть поскольку мы сейчас если поедем прямо мы выйдем на главную дорогу вот тоже которая ведет на поздно сейчас мы развернемся еще проедем улицами поездим посмотрим вот как раз солнца нету прекрасно вот здесь вижу улица длинная так что проедем вот снимаю домики вот знак видно грузовым автомобилем движение запрещено потому и дорога сохранилась думаю какая хорошая дорога без едина без единой ямочки это потому что грузовые автомобили здесь не ездят так дорога сохранена вот вот с правой стороны склепш поживчий вот он магазинчик сельский и рядом магазином площадка дети в футбол играют вот видно видно деревьев много саженцев насажено вот и как же без баков в каждом видео в каждом поселке везде есть вот такие вот баки на одежду желанную сейчас подъеду посмотрим друзья как в поле их поставили и никому они не мешают вот они друзья на одежу жеваную. Вот так вот в пригороде живут в Польше. Пригород Познани. Вы постоянно меня просили, говорили, что это ты снимаешь не село, а пригород. Вот сейчас, да, друзья, я пригород снимаю. Это не польское село какое-то там, как я ранее вам снимал. Это уже пригород, друзья. Район Познани. Вот так люди живут здесь. У таких дома. Вот, видите. Вот деревья насаженные. Это из саженца уже так повырастали. Такие огромные деревья выросли. Преемся до конца улицы и будем возвращаться обратно. Проедемся еще по путешествию. Я знаю, вам нравится такое по катушке со мной. Посмотреть, как люди живут. Ну, то я вам показываю, друзья. А вы за мою работу поддерживайте меня лайком и подпиской. А вот домик какой. Обратите внимание, друзья. Деревянный, обшитый, наверное, деревом. Или полностью с дерева сделанный. Я таких и не встречал еще, друзья, в домах. Классный дом. Такой необыкновенный. Так же самое вот перед нами такой вот не облицованный. Ничего с красного кирпича как построенный. Такой он и есть. домик. Классный вообще. Угу. Знак Стоп. Зеркало вот оно есть, чтобы видеть поворот такой. Автомобили едут или нет. И вот, друзья, Познань начинается там вот. Видно, уже дома многоэтажные. То район уже Познань начинается. Старолека там район. Ну, сейчас проедемся вот куда эта дорога ведет. попутешествуем немного. Здесь автобусная остановка есть. видно, с левой стороны еще одна остановка. Стасровска остановка написана. Стасровска. интересная стасровска. Стасровска. Проедемся. Направо повернем. котик котик бегает. Кс-кс-кс-кс-кс-кс. Вот территория видно. Не построились еще. Так в пригороде живут богаче, конечно, чем в поселках. Но скажу так, у некоторых поселков не хуже живут. Не хуже. даже может ее получше, чем в пригороде. Цветочков говорили мало. Почему мало? Я нет. Ну вот смотрите, сколько насажено вот перед домами. Ну вот здесь не сильно, так сейчас пройду дальше, покажу вам. Вот. Цветы насажены. А здесь вот дорога песчаная насыпана. Такое, как асфальт маленький. Такой. Точнее, не маленький. Камушки такие мелкие насыпаны. мужик, что-то это самое на бусю меня фотографировал. Не понятно чего и зачем вообще. Что у людей там в голове. Непонятно. В принципе. люди разные есть. Как за мной едет вроде. Да. Плохо, конечно, что солнце. Но ничего. Едем. вот видно еще в процессе строительства дом. Ограждение еще не сделано. Входу за мной тут мужик едет. Вот видно деревья насаженные. Территория пустует. поехали. Тут бус. Вот такой вон пригород. Заглядает что-то. Что он заглядает? Непонятно. Что с людьми делается вообще. с с с с с вот видно дом облицовывают обшивают пенопластом заказ паркования действительно террин приватный как фирма вот на дому кто-то открыл сделал фирм направо электроники классно сделали вот он этот бус едет передо мной снимает что-то непонятно что и так со нагрева что нагрева что нагрева что ниц не почебно никого интересовать со нагрева вот остановка это уже отправляются автобусы на поздно можно уехать вот прямо прямо дорога на поздно ведет наверное ошибся я где-то километра два старолеки района поскольку тут кавалики еще потребно ехать вот вот Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Всем спасибо за просмотр, друзья. Будьте здоровы и счастливы. Всем пока!